Вот уже в 13 раз я произношу эти слова, что выступает самый главный, самый волнующий момент нашей программы – суперфинал, когда мы должны отгадать гостя нашей игры. Я прошу вас. Вам дается 15 вопросов на то, чтобы справиться с этой задачей. Прошу вас задавать вопросы. Начать надо, пожалуйста, с традиционных вопросов. Это существо мужского рода. Спасибо. Простите, как вас зовут? Александр. Александр, да? Мой тёсткий. Александр, я должен обратиться ваше внимание на то, что сам актёр слышит ваши вопросы. Поэтому я не слышу. Это первое. А во-вторых, потому что я сказал, что известный российский актёр, значит, это мужчина. Нам он известен более как актёр театра? Ну, нам это... Зритель? Всем. Нет. Этот актёр приехал из Москвы? Да. Снимается ли этот актёр в фильмах Нехиты Махалкова? Нет. Поёт ли этот актёр за кадром, так сказать, на сценах? Ну, обязательно за кадром или просто поёт? Нет, в смысле на сценах. То есть поющий ли этот актёр? Да. Да. Такой конкретный вопрос. Этот актёр выше вас. Вы так утвердительно говорите, что я прям хочу сказать вам да, но вынуждены сказать нет. Нет. Его меньше 40 лет? Нет. Ну что же, он блондин? Видите, в чём дело, Александр? Мужчины имеют неприятные свойства. Я говорю не о конкретном нашем госте, а вообще неприятные свойства. Лысеть, сидеть и прочее. А поскольку человеку уже более 40 лет, то за этот промежуток жизни вполне можно сменить и цвет волос, и даже их наличие. Густоту. Поэтому в каком возрасте вы хотите видеть всё блондином, скажите? В изначально. В изначально? Ну, вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить. Давайте. Вопрос в насосе. Он ставит меня в тупик. Он является актёром одного из московских театров? В настоящую секунду. В настоящую секунду или когда-либо? Когда-либо. Был ли он актёром одного из московских театров когда-либо? Когда-либо, да. Он снимался в комедиях? Снимался он в комедиях? Да. Да. В комедиях, комедиях. Что ж там? Нет, нет. Он снимался у Эльдара Рязанова, скажем. В комедиях. Снимался он у Эльдара Рязанова? Нет. У Георгия Данелли. У Георгия Данелли? Да. Александр, прежде чем вы зададите этот вопрос, который может оказаться последним, он в любом случае откажется для вас последним. Я отнюдь не в качестве подсказки, не примите это за подсказку. Должен вручить вам приз за выход в суперфинал. Бум Миргоген. Благодарю вас, спасибо, поднялась. Вы великолепная актриса, Саша. Вы блестящий, держите паузы. Прекрасно. Большого актера. Я думаю, что это Леонид Куравлев. Нет, это не Леонид Куравлев. Спасибо. Я благодарю вас за участие в игре. Вы замечательно играли. Боролись. Спасибо. Не боролись, а прекрасно играли. Вот ваш приз. Проводим аплодисментами. Снимался ли этот актер фильм вместе с своей женой? Да. Может быть, это Ролан Беков? Гость нашей программы Ролан Беков. Я вам загадаю еще одну загадку. Я приехал к вам и как актер, и как режиссер, и как президент фонда кино и телевидения для детей и юношества, и как Бармалей, и как командир партизанского отряда Локотков, и как вот Базилио, и как вот новые у меня три роли. Я приехал сюда. Я приехал сюда с вами целиком. Я приехал сюда с вами целиком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте вернемся в давнее, достаточно прошлое. Когда меня задавали вопрос, спрашивали, работали ли вы когда-нибудь в театре? Я работал в Московском театре юного зрителя. Это было мое счастье. Поступил туда в 1951 году, как только окончил театральное училище имени Щукин при театре Вахтангово. Со второго курса я был приглашен Рубаном Николаевичем в театре Вахтангово, мне все завидовали. Но случилось так, что он уехал в Чехословакию ставить спектакль, тогда Чехословакию, и оставил записку, чтобы меня не забыли взять в театр. И у меня даже не было распределения. Но секретарша прошла записку не после письма, не после его отъезда, а перед его приездом, через три месяца. Я все ждал, все были удивлены, что театр меня не приглашает. Я даже зашел в отдел кадров, сказал, вот мне распределение нет Рубана Николаевича, вот два года назад сказал. Мне сказали, молодой человек, будьте скромнее. Если Рубан Николаевич был бы нужен, наверное, он бы сказал. А я попал в больницу, прямо на госэкзаменах. И поэтому они шли долго у нас. Я сыграл первую роль, и там даже почти месяц идти. Я отлежал в больнице, у меня было такое микропропадение язвы. И так я остался без распределения. Я помню, когда мне так сказали в отделе кадров, а это мне мама сказала, ну пойди в отдел кадров спроси. И я пошел в Александровский садик. Около Кремля тогда там не было могилы неизвестного солдата. Это был сад для готовящихся к экзаменам. Так говорили, но, в общем, это был сад встреч студентов, школьников. И я дождался, пока закроется сад. Вот звяк на лицепи. И я сидел за кустами, бросился на траву, дал волю. Просто я рыдал в голос. Я даже помню вкус травы, которую я, так сказать, пытаясь себя взять в руки, так сказать, кусал, грыз, можно сказать, такая обида. И вдруг что-то страшное навалилось на меня. Скрутили руки. Бдительный милиционер поймал человека, который ночью в темноте подползал к кремлевской стене. Он понял, что это страшный диверсант. Но когда он меня обернул очень так резким, хорошим движением, очевидно, выученный парень, то увидел заплаканное лицо. А главное, совершенно не сопротивлялся. Мне было все равно. Он сказал, ты чего? Я говорю, да, оставь-то. Он меня оставил. И я ему все как на духу рассказал, только более подробно и не стесняясь выражения. Он был потрясен. Сказал, жди, я сейчас. И исчез. Ну, 10, 20 минут, 30 минут его нет. Я собрался уходить, тот он, запыхавшись из кустов, влезает. И принес бутылку водки. И стаканчик деревянный, самый такой, бумажный. И сказал, извини, закусить нечего, закусим листиком. Налил мне, я выпил. Это был первый раз, я пил водку. И закусил листиком. Он выпил, закусил листиком. И пошел разговор. Душевный, подробный. Он мне сказал, что я профессию артистов вообще не уважаю. Посоветовал мне, иди к нам, в органы. У нас форму дают. Я в органы не пошел, но признателен этому парню. По гроб жизни. А следующей неделе я показался в три театра. И меня взяли в три театра. И я выбирал. Мне было безразлично, потому что я не попал в театр Вахтангова. И мои педагоги сказали мне, иди в тюз, там молодежь играет. Вы не знаете, это было время, когда молодежь не играла. Потому что на всех сценах, во всех театрах были такие созвездия актеров. МХАТ, Качалов, Грибов, Грибков, Масальский, Кторов, Белокуров, Тарасова, Еланская. Я уж не знаю, кого только перечислять. Грибков. Ну что же, они должны были все посторониться и сказать, пожалуйста. То же самое было и в других театрах. А именно в тюзе и центральном детском молодые актеры играли. И надо сказать, что это было большое счастье. Я бы, я вам скажу, кто, как говорится, прорвался через тюз и центральный детский. Это был первый прорыв послевоенного поколения молодежи. Это были все лидеры нашего театра. Товстоногов, Эфрос, Ефремов. Из авторов Шатров, Володин, Львовский. Коростылев. Это именно был прорыв первого послевоенного поколения. И подъем театра совпал с этим 50-е годы. Театральный бум. И я попал на театральную волну. И надо сказать, когда 10 лет я проработал в театрах, организовал свой театр МГУ, который существует по сей день, пока вот его сейчас церковь закрывает. И после этого в 28 лет стал главным режиссером Блининградского театра. И в 60-м ушел в кино. Это особый разговор. И как раз было падение волны в театре, и началась волна в кино. Подъемы. И практически вся моя молодость, актерская, режиссерская, она, дал бог, пошла на двух волнах подъема. Сначала театра, потом кино. С тех пор, говорят, меня называют человеком, которому везет. Но везет мне именно этим странным способом, что когда случается несчастье, ну надо же, чтобы секретарша перепутала. И поэтому я и не исполнилась моя мечта, я не попал в театр вахтангов. Так вот это оказалось страшным везением. И сейчас, когда что-нибудь со мной случается плохое, я все время жду. Когда ж повезет. Что это должно обернуться счастьем. Вы ушли в кино в 60-м году, и это разговор особый. Честно говоря, очень интересный особый разговор. Может быть, вы немножечко продолжите? Ну-ка, всю жизнь надо рассказывать. Вы знаете, в кино ведь очень интересный был мой переход. Я когда был в самодеятельности, я уже официально, я в первый раз вышел 4 года на сцену, официально уже был в драматическом кружке городского дома пионеров с 9 лет. И мне, я там, так сказать, играл главные роли, даже ставил впервые там, в 15 лет я поставил свой первый спектакль. 20 лет спустя Светлова был ассистентом нашего педагога на других спектаклях. Был такой лидер своего коллектива. И меня много приглашали в кино. Тогда ведь фильмов снималось мало. 5, 6, 7 фильмов. И меня приглашали на один из этих. Такой был замечательный фильм «Здравствуй, Москва». Потом «Сын полка». Много приглашали меня и ни разу не брали. Как же я плакал. Значит, и когда я поступил в училище, вообще до меня, моих данных внешних, актеры в кино не играли центральные роли, не складывалась судьба успешная и так далее. Я считал, что в кино я буду там играть какие-то роли, какие-то комические, может, какую-то трагическую, как Михаилу Чехову придется сыграть человек из ресторана. Во всяком случае, я не ожидал судьбы в кино. И когда меня пригласили уже на второй год, или на третий год даже, на третий год пребывания в театре, на маленький эпизод «Педагогическая поэма», я поехал без особой надежды, что это начинается моя карьера в кино. Я понравился студии, я был таким смешным человеком. После одного случая, когда надо было плясать в «Педагогической поэме», я увидел, что Юлия Панича дублирует солист государственного украинского ансамбля. Ну как? А я блатного изображаю. Как же я его перепляшу? Ну, чувство соперничества, особенно в сцене соперничества, это надо как-то делать. И я вдруг увидел, что на высоте 4,5 метра там балкон. Я подумал, сигану-ка я оттуда, в танец. Предложил режиссеру, оператор говорит, он разобьется, мы ничего не снимем, он ногу сломает, зачем это нужно. Я уговорил режиссера, первый дубль с двух камер снимали, Иван Иванович Шекер такой снимал, он говорит, я две камеры поставлю на всякий случай, потому что неизвестно после прыжка, что будет. И я первый прыжок соскочил. Мне показалось очень легко. Я говорю, еще дубль, еще дубль, еще дубль. Мне еще дубль, и я прыгнул вверх. А был я парень спортивный, у меня было два разряда, гимнастика и самбо, и прыгнул я очень высоко. И уже летел где-то метров шести. И приземлился коленками в грудь. Такой был удар. Но я как-то сдержался и сплясал. Ну, после этого обо мне рассказывали, когда записывалась музыка. Ну, в общем, каким-то я стал известным на студии Довженко. Меня тут же пригласили на одну из главных ролей. Так как сыграл две роли, приехал в Москву, меня пригласили на это, начиналось так. Я сыграл третью, и произошел скандал в театре. И отстал получать главные роли. С первого года я сдублировал пятерых во время их болезни. Даже говорили, что я такая сволочь, что учу все роли и жду, пока с товарищем случится несчастье. Так вот, это неправда. Вот. И, значит, я договорился... Да, и мне старшие актеры сказали, не прыгай, тебе дают главные роли. Если будешь прыгать, то театр не будет на тебе строить репертуара. И я послушался старших, хоть и делал это редко, но мне показалось, что они правы. И я договорился с директором театра. Я люблю цифру 9. Я, правда, разные цифры люблю. Но 9 тоже. Я сказал, от 9 предложения я не откажусь. Актеры и договорились мы с театром. Актеры с Тюза снимались мало. И директор считал, что 9 предложение будет неизвестно когда. Однако и как раз пошли мои главные роли. Я укрепился в театре, как ведущий актер. И вдруг довольно быстро, двух лет не прошло, пришла 9 роль. И точно так же, как мне везет всегда, повезло я в этот раз. Я приехал, меня не встречали. Я уже знал, что должны встречать. Я доехал до студии «Ленфильм» сам. Поднялся, узнал. Пропуск есть, значит, меня ждут. Поднялся на пятый этаж. Пустая комната. Но название картины, обозначенное в телеграмме, есть. Я вошел, сижу. Врывается заплаканная девушка. Быков не приехал? Бух! Дверь убежала. Будет такой мужчина лет 32 так. Быков не приехал? Сволочь. Бух! Ушел. Я ничего не понимаю. Опять он входит. Не приехал. Я говорю, минуточку. Я приехал. Кто? Я говорю, я Быков. Вот вы Быков? Я говорю, да. Ну что ж, прекрасно, извините, здравствуйте. Вот ваша сцена. Заложена в сценарий бумажкой. Открываю. Написано. В котловане стоял русоволосый сибирский парень. Значит, мы только начинали с Леонидом Быковым. Он снялся в трех картинах, я снялся в трех картинах. Одни ассистенты знали одного Быкова, другие знали другого Быкова. Скажали, вызовите Быкова. Вызвали, кого знали. И у меня такая обида была. Боже мой, как вот всегда так. От девятой роли я не откажусь, как будто дело во мне. Вообще по ошибке пригласили. И какая-то такая щемящая такая тоска вошла в душу. А может, я не подойду. Ну, вчитался в сцену. Думаю, да почему русоволосый сибирский парень? Почему не принёк из Подмосковья? Я говорю, а там надо всё... Так как я приехал, надо отчитаться за билеты. Поэтому как документ должна быть фотопроба. Меня быстренько в костюмерную какую-то бабочку одели. Ой, как хорошо. Быстренько меня в гримерную какую-то чёлочку нацепили. Ой, как хорошо. Ну, понятно, что работы много в кино. А тут по ошибке актёр приехал. Все это знают, всем неудобно, все улыбаются. А я смотрю, уже даже думаю не о роли. А думаю, фотография попадёт в актёрский отдел. Никто больше никогда не пригласит. Потому что за несколько мгновений я превратился в трикопейки. То есть я был похож на всех, на толпу этих мальчиков, которые ходили тогда по экрану, изображая молодое поколение. Они были не голубые, не розовые. Они были бесцветные. И вот именно в виде этого бесцветного лица, щёлочки в бобочке, меня и сфотографировать должны. Думаю, боже мой, да бог с ней с этой роли. Ведь никогда больше сюда не пригласят. Ну, пошли к режиссёру. Я говорю, не пойду, не тот грим, не тот костюм. Тогда они побежали на пятый этаж. Пошёл режиссёр Гранник, элегантный, прекрасный. А я увидел, он входит в зеркало и сорвал эту самую чёлочку. Я говорю, я не готов. Когда буду готов, я вам покажусь. И тут он устроил хорошую разборку. Как вы можете актёра толкать на халтуру. Это всё-таки Ленфильм, там люди интеллигентные. Всё его вежливо выслушали. И когда он ушёл, на меня уставилось пять парней на видящий глаз. Что вам нужно? Вы вообще по ошибке пригласили. Я говорю, я знаю, но уж если я приехал, я попробую. У нас нет на вас костюма. Я говорю, у вас нет, на складе есть. Я тогда уже знал, что одевается из подбора на складе. Я пошёл на склад и мучительно стал думать, как я оденусь. Это ведь говорят, что в наши дни не было моды. Была только определённая, очень такая точная. Во-первых, должны были быть сапоги. Это хорошо. Должны быть хромовые сапоги, потому что кирзовые – это колёса. Это уже не то. Хромовые, но не новые, потому что это пижонство. Так вот с пылью, как у английских лордов. И должно быть они отвернуты на два пальца, чтобы было видно, что покладка есть. А больше уже отвернуты должны быть пижон, это уже деревня. А ботинки должны были быть любые. А дальше точно должна была быть маечка, на неё должна быть ковбоечка, на ковбоечку бобочка, а на бобочку телогреечка. Но обязательно, чтобы всё одно из по-другого выглядывало. Чтобы весь гардероб был налицо. Пижачок должен был, это было неважно, но обязательно при этом ещё, да, кепочка-малокозырочка, шестиклинка-пятиклинка лучше, два-два с половиной пальца. Всё, дальше уже аэродром. Ну, значит, и вот таким образом я оделся, и когда зашёл в гримерную, я уже был не с экрана, а из жизни. Потому что так на экране не одевались в те времена. И я, значит, сказал, у вас локонов нет. Гримёрша, с которой я много лет дружил, вот сейчас приезжаю в последнее время, её не вижу у гримерных. Мы с ней очень подружились, она говорит, ты что, с женщиной хочешь одеться? Я говорю, да ладно тебе. Я ей рассказал, как у нас на Зацепе, в Замскворечье, где я вырос, а когда ребята приезжали из деревни, они очень быстро становились москвичами. И походочки, и слова, и сплёвывать учились так, как положено. Но вот такой красоты, как чубы, не сразу хватало сердца отрезать. И вот они выдавали себя, нося вот эти чубы такие вот завитые. Так, я, значит, рассказал, и она быстро сделала. Я глянул в зеркало и увидел лицо. И я тут уже знал, что меня утвердят. Я прикинул всю роль, не бог есть какая сложная роль, но когда я зашёл, вот эти пять пар глаз, которые меня ненавидели, эти пять пар глаз уже меня обожали. Это кино, когда происходит что-то, все тут же влюбляются, все тут же становятся друзьями и так далее. Пошли, пошли к режиссеру. Говорит, нет, девочки, я сам зайду. Зашёл сам, смежные комнаты, вот здесь вход, а он там сидит, так чиркнет по мне глазами. И не признал. И я думаю, надо это как-то использовать. Я говорю, я с телефона в инстанции, да, я ещё манеру разговора по дороге придумал. Значит, у нас на зацепе, когда парень получал первую зарплату, он с матерью начинал говорить, и вообще со взрослыми, концы слов, концы фраз неразборчив. Надо было говорить так, мама, я там принял зарплату, если вы хотите, что-то снимаю. Что-что? Чтоб переспрашивали, понимаешь? Чтобы уважали. Вот так сейчас многие начальники делают. Знаете, начинают говорить, что-что? Значит, я, значит, так же пришёл, сказал, я пришёл с телефона в инстанции, пришёл телефончик, он говорит, что-что? Я говорю, телефон надо исправить, что? Пожалуйста, исправляйте. Я вышел. Говорит, сейчас-то отвертку что-нибудь. Отвертки нашлось, но нашлось в маникюрном наборчике, лопаточка такая. Я с этой лопаточкой вошёл. Я не знаю, что со мной было, но где-то была какая-то обида, по ошибке пригласили. Я всё повторял про себя, по ошибке пригласили, да? И разбирал телефон. Боже! Я его забрал весь. Я распустил даже вот эти вот катушечки, да, эти тонкие, вот эти сам проволочки. Я вот такую гору на столе оставил, думаю, ну не бесконечно же. Посмотрел, он начинает сказать, что я говорю, возьмите меня, у меня смена кончилась, я придумал, что всё, сменщик. Он говорит, что, что? Я говорю, сменщик завтра. Он стал кричать, что мы связаны сейчас со всей страной, мы ищем актёров. И тут я захохотал. Я захохотал, и он меня узнал. Сел так и сказал, утверждаю, без пробы. Значит, но не в этом было дело, роль была небольшая, хотя очень я её люблю. Дело в том, что Ленфильм студия небольшая по сравнению с Мосфильмом. На Мосфильм может пожар где-то произойти, никто не узнает в другом конце Мосфильма. А эта студия небольшая, и там есть круглый коридор, который сообщается. Я его называю кольцом вот этим, вот самым реактором, потому что если слух сделает 3-4 кольца по коридорам Ленфильма, он уже превращается в некую легенду. На другой день, когда я пришёл рассчитываться за билеты, получить за свою фотопробу, значит, рассказывали обо мне все. И говорили, не то я, что я по пожарной лестнице забрался на Ленфильм, что за 5 рублей снял со слесаря одежду, и не то продал телефон, не то украл телефон, не то изобрёл телефон. Во всяком случае, все хотели меня поглядеть, и в этот день я получил 5 предложений в другие картины, одно из которых «Шинель Гоголя», что решило мою судьбу в кино. Ну и дальше оказалось, что расширялся все время диапазон. Я вышел как-то незаметно на второго героя, и звонят откройте дверь у Жигарханяна, и служили два товарища у Ирина Шкинковского, и звонят откройте дверь у детей. И, наконец, пока не сыграл и первого социального героя в проверке на дорогах, командира партизанского отряда, которого мне играть было не положено. Картину запретили, она приезжала на полке 17 лет. Алексею Герману замминистра Павлёнок говорил, замени Быкова, пересними, я тебе разрешу фильм. Ну вот, дело было не только во мне. Но, во всяком случае, это было время демократизации кинематографического героя. Вот если в 9 дней одного года Баталов и Смоктуновский, они такие засекреченные физики, они там, жизнь вычищена, великая, то уже мы, как физики, Жигарханян и я, уже, так сказать, выпивали, сидели, плясали, обсуждали мебель. Была демократизация героя, тогда появилась Чурикова, Золотухин, Кононов, все они стали играть героев. Дрогнуло, так сказать, Госкино СССР, они восприняли демократизацию за дегероизацию, за дегероизацию и стали с этим бороться. Говорили, что были какие-то списки, где актеров запрещают, меня что-то все время запрещали. Списков этих я никогда не видел. Замминистр Второй Баскаков говорил мне, вы герой запрещенных картин, вы тут, вы, гряза челюстью. Значит, министр мне говорил, ты неуправляемый, я ничего не понимал. Сложился имидж человека, которого запрещают. И действительно, был запрещен комиссар, 21 год, полежал на полке, поверх на дорогах 17 лет, полежал на полке. Балаганчик, где я только озвучивал кукольную картину. И очень я жалею, что он так и не вышел, потому что в гневе на картину павленок англичанам продал негатив. Значит, на том, что меня запретили, государство всерьез заработало. Это же и так зарабатывало наше государство иногда. Как вам вспоминается фильм «Мертвый сезон» и как вам работалось с таким потрясающим актером, как Донат Спанионис? Хорошо работалось. И даже приятно работалось. Значит, «Мертвый сезон» снимал оператора масс-фильма Савва Кулиш, ныне известный режиссер. Это был его дебют. И когда я приехал, до меня уже... Я у него не снимался, и все-таки он оператор, а спросил у Донатаса, Донатас как, что за парень? Так, все хорошо, хорошо, все так, все нормально. Я снялся первый раз. Выход из церкви, первый кадр. Ну, выход из церкви, посадка в машину, меня приглашают в машину, увозят. Это сам бандит, разведчик немецкий. Ну, сколько метров это должно быть? Ну, секунду. Значит, в уважающей себя картине, например, подвига разведчика, это не могло быть более трех метров. Шести секунд. Ну, понятно, сегодня современные, так сказать, скорости, более подробные. Ну, 10 метров, ну, 20 метров. 39 метров. 76 секунд. Минуты 16. Можно масса сцен снять. Я чего-то прихожу к Донатусу, он не снимался в этот день. И Донатус, вот, выход он снимал сегодня, 39 метров. Он говорит, да, тянет, ты знаешь, так тянет. Я говорю, давай пригласим парень-то молодой, поговори с ним за чашкой кофе, так сказать, объяснимся. И вот Донатус говорит, нет, не надо, так, знаешь. Он привезет материал, так, попросит нас посмотреть. Мы тогда придем, так посмотрим, он спросит, мы скажем. Я думаю, вот, осторожный прибалки. Ну, ладно, послушаюсь его. И когда пришли мы смотреть материал, действительно пришел материал, мы сели в разные места, чтобы не влиять друг на друга, все чудовищно растянуто. Ну, жутко интересно смотреть. Интересно, поэтому кончается детектив, причем блестящая картина, а начинается какая-то такая историческая хроника. Детектив в виде исторической хроники, как бы за кулисами истории. Я подхожу к Донатусу, говорю, знаешь, что-то все неправильно, но жутко интересно. Он говорит, я потому тебе и сказал, мне надо спешить, понимать. Короче говоря, Донатус мне преподал урок этики, что даже если ты с чем-то не согласен, не торопись, у другого есть своя точка зрения. Я думаю, что эта культура пришла к литовским ребятам всем от Мельтиниса, который, значит, сделал прекрасный театр в Поневежисим. Изумительный театр, на который ездил студентом. Даже когда денег не было, просто безбилетником был. Зайцем проезжал, чтобы посмотреть спектакль Мельтиниса. Это было действительно событие. В Москве были прекрасные спектакли, но у Мельтиниса было что-то свое. И это надо было обязательно смотреть. Далее мы очень хорошо работали вместе. Помню сражение на сцене в машине. Знаете, у актера, который привык играть главные роли, Донатус привык играть главные роли в театре у себя, есть манера играть то, что мы называем под низ. То есть заставлять тебя обслуживать кадр, ну, то есть ты должен, а он так мягко реагирует. Это такое сражение, это естественно, но я ведь тоже сыграл очень много главных ролей в театре. Он под низ, и я под низ. Он еще ниже, я еще ниже. И Савва потом рассказывал, я, говорит, наблюдал за этим сражением. А я все считаю, целиком бы снимает, дубль 180 метров. Это же сколько же пленочки мы изведем. А потом, хватит ли ее сегодня, надо же сняться. И когда мы уже дошли до низа, уже вышивали просто почти шепотом одни кружева, я вдруг резко поднял в кадре, где Донатус чуть ли не фон. Превратился. Мы сыграли, Кулешу понравилась дубль, потому что это, в общем, мой кусок, он за это только реагирует. И он стал кричать, что ни в коем случае идет еще один дубль, потому что в этих случаях есть другие вещи. И режиссер не снял. Он говорит, Донатус, если будет плохо, я сниму тебя отдельно. Так и вышел потом. Донатус был доснят в соответствии с решенной сценой. Видите ли, Донатус актер грандиозный, абсолютный и лучший, по-моему, ученик мельтинеца. Самое большое впечатление у меня было от смерти Комова и Жорова в его исполнении в театре. Это грандиозно. Я думаю, что кинозритель не увидел его масштаб актерский, потому что раскрывался он, конечно, на литовском языке, и раскрывался, конечно, он в театре. А вообще много было всяких приключений на этой картине. Замечательная встреча с Абелем в конце картины, когда мы пришли к нему в гостиницу «Октябрьскую». Втроем я, Кулиш и оператор Чичулин, покойный ныне. И очень нам хотелось, чтобы он рассказал нам что-нибудь такое, что нельзя рассказывать. Ну, Абель, мы пришли к нему в номер в отеле, где нет номера, какие-то такие секретные номера. Примесли мы с собой две бутылочки коньяка, орешки, очень все скромно, проговорили до утра, совершенно плыли по течению разговоров. И когда мы вышли, это был пустой Ленинград, утро прелестное. А он нам подарил такие открыточки. И не открыточки, а картонки, он очень любил рисовать, пером, там всякие пейзажи и так далее, очень красиво. И мы нарисовали, и Чичулин остановился, мы на трамвайных линиях, я, по-моему, стою, в пустой Ленинград, мы остановились посреди улицы. Чичулин говорит, ребята, вы поняли, что произошло? А что? Ведь к утру каждый из нас рассказал ему всю свою жизнь. Он не рассказал ничего. Орлан Антонович, вы работали в фильме Андрея Тарковского, в «Андрее Рублеве», и это, собственно, одна из первых сцен в фильме. Сцена, на мой взгляд, сделана просто блестяще. Вы в роли скомаруха. Об этой сцене шли разные разговоры. Вот то, что я слышал, что сама сцена была и сделана, и придумана вами. То есть вы, как актер, работали в фильме выдающегося режиссера, хотя вы сами режиссер. Вот как два режиссера и один... Я работал только как актер. И придумал, и все сделал сцену в кино Тарковский. Просто он определил постепенно, что этот кусок, он отдает актеру, ибо скомарух актер. И в сам кусок он принципиально не вмешивался. А началось все у нас как-то постепенно. Я готовился к Айболиту. И вторую сцену, когда снимали в Рублеве, я уже снимал картину. Поэтому времени было очень мало. Меня пригласили к балетмейстеру. Я сказал, сегодня я не могу, завтра сегодня я не могу, завтра. А потом вообще отказался идти к балетмейстеру. Андрей Алексеевич человек и резкий, и суровый, с молодым был таким. Ну так всегда, иногда, грыз за усиницы. Встретил меня на масс-фильме. Что, не хочешь играть? Я говорю, почему? Хочу играть. Почему ты не идешь к балетмейстеру? Я говорю, потому что у меня по танцу пять. Меня приглашали, когда я закончил театральное училище солистом балтийского ансамбля. И я действительно хорошо плясал, танцевал. И говорю, не может скоморох танцевать лучше меня. А как танцует скоморох, ни я не знаю, ни балетмейстер. Потому что это было в шестнадцатом веке, извините. А все картинки скомороха я тоже видел. Скоморох с бубном, скоморох с козой, скоморох с медведем. Так что не надо никакого танца, я буду кривляться. Он говорит, логично, от меня и балетмейстер. Значит, потом я Славе Овчинникову сказал, слушай, не пиши мне музыку. Слава Овчинникову тогда был юн, глаза были синие, как действительно аквамарин, кудри, романтик. Он говорит, ты думаешь, я не напишу музыку? Сказал он тут же, умерев, обидевшись. Я говорю, пойми, тогда не было песен как таковых, насколько я знаю. Я что-нибудь провою, вот и будет песня скомороха. Он говорит, да я напишу на эту тему. Я услышу. Кстати, на премьере он говорит, ты слышал? Я говорю, что, твоя тема. Ничего похожего. Никакой моей темы не было, просто талантливый Овчинников что-то придумал, оттолкнулся от этого, и что-то у него родилось. Стихи. И Андрей, и все понимали, что поэта не пригласишь, как мы не уважаем Льва Ашанина, но это как бы, в общем, не его профиль. Значит, решили, что должен писать тот, у кого хобби с комарошей вирши, инженер по образованию. Я говорю, покажи, что у тебя есть. И он мне, первое я читаю, стилизацию. Он говорит, конечно. Второе я читаю, стилизацию. Он говорит, конечно. Я все прочел, что стилизация. Он говорит, ну что ты хочешь, подлинники, что ли, 16 века? Или вообще с комарошей вирши. Я из породы тупых отличников. Я добился того, чтобы мне, значит, дали в Ленинке библиотеке с комарошей вирши. Сначала тетеньки сказали мне, что нужно написать письмо туда, оттуда приседет Министерство культуры. Из Министерства культуры придет в центральную дирекцию. Из центральной дирекции придет в Литфонд. Из фонда придет спецхранение. Но я понял, что это как раз конец картины будет. Как уж я уговорил тетенек, не помню. Но они меня заперли. Они такие тетеньки хорошие, порядочные. Они нарушали закон. Они волновались. Они, значит, привели меня в комнату, положили такую толстую папку, синюю, с каким-то очень неприятным длинным кодом, шифром, цифром. И заперли меня. Я сказал, тут зачем так полагается. Сказали за двери. Я стал читать скомароший вирш. Могу вам сказать, что очень многие помнены изусть, но не прочту вам ни одной строчки. Только междометие могу прочесть и предлоги. Потому что это мат. И не просто мат, а я бы сказал, мат несмешной. Ну, такой тупой. Ну, такой чугунный. Я как-то сначала расстроился, а потом подумал, ну и зритель был. Значит, иначе не проймешь. До кости не достанешь. Я понял, что да, такой зритель был. А, кстати, я обратил внимание на стихосложение. Никаким модернистам такого не снилось. Прямая рифма, оборотная, срединная, околосозвучие, лесенка стихи, проза внутри стиха. Я думаю, те стилизаторы, может, не видели? Я поделился об этом с Андреем. Я говорю, понимаешь, там мат. Андрей сказал, будем материться. И я говорю, ну, знаешь, кто привык, а кто ведь и нет. И вот как замечательно, вот сейчас такой мат идет с экрана. А Андрей первый, кто придумал многоточие. Там, где я в песне матерюсь, там коза заблеила. Или засмеялись. То есть вы понимаете, что персонаж матерится, но ваш слух не оскорбляется. Вот так это решал Андрей Арсеньевич. Сейчас проще все. Ввиду гласности. Значит, все это гласно. Значит, я должен вам сказать, что картина так много раз перезаписывалась, особенно моя сцена. Так ее то обрезали, то восстанавливали. В результате целиком сцена вышла только вот в новые времена, когда на фестивале показали ее полную версию и вставили еще 150 метров. 250 метров, почти целую часть вырезок. И как раз она прозвучала целиком. Я написал стихи сам и сказал инженеру, выдай их за свои. Инженер очень с удовольствием это все сделал. Причем вплоть до того, что пошел в бухгалтерию, расписался за все, что полагается. И его как-то так и решил свою работу. Сделанный и ушел. Но я горжусь тем, что это мои стихи, потому что стилизацию я сам пишу, довольно любопытно. И вот мне очень обидно, что так много там всяких шумов, и иногда не слышен текст. А вы сейчас не могли... И вот я с вашего разрешения спою до того места, до которого можно, потому что, может, вы не вовремя засмеетесь. Понимаете? С комаром шли ватахаю, баловались пьем врахаю, посвечали барина, барина, боярина, кривого татарина, стали песни играть, величайно потешать. О, как у барина боярина все изжарено, сварено. У боярина бояриня лакома отвернет нас, труда не всякому, а бояриня свою прыть. Вы с комаром, все ворота, пьяницы! Вас текут от пятницы до пятницы! Козлы на броняке подохните в браке, скоро вас все будут на кол сажать. Дальше нельзя. Андрей Тарковский, историк, как я понял, философ истории. Снимал ли он картину о Древней Руси, о войне, о будущем? Все-таки он историк. И даже когда он коснулся современной темы в своих двух последних фильмах, и там была рассмотрена наш современный мир, как история рваного нашего существования, нашей духовной метущейся души сегодняшнего человека в конце 20 века. века во многом печального, во многом одобряющего, но постинтристаальный человек, человек после вот этого сумасшедшего развития технологий, это довольно серьезная проблема, потому что люди как бы разделены надвое. Это либо умный, образованный человек, но с инфарктом, болезнью печени, так сказать, с почками, в предоперационном состоянии уже с 40 лет, или не, или здоровый человек, но не образованный, не ученый. И в этом смысле это два пути, которые ведут человечество к гибели, потому что постинтристаальный человек, и вот этот 20 век ответил на очень много вопросов, но задал еще больше. И сегодня весь мир пристально смотрит на результаты, понимая, что 20 век каким-то образом очень сильно ударил по духовности человека, если мы говорим о разрушении мира, экологии, то она разрушена в первую очередь в нашей душе, в нашем сознании. Я думаю, что проблема 21 века это новый виток сознания, новый виток технологии, потому что все технологии сегодня варварские, они ганнибальские, они говорят земле только дай, и чем быстрее, и быстрее берут у земли, разрушая ее, тема технология кажется нам более прогрессивной. А это сумасшедший ганнибализм человечества, и человек как бы ушел от своего сознания, от своего ощущения себя неразрывным с природой, и это, наверное, то, что повлекло к очень большому падению человека, как существа духовного, как существа нравственного, во всяком случае, человек сегодня не считает свою душу тем хозяйством, которое должно быть в порядке. На свою душу человек обращает внимание в последний момент, и очень редко, и даже люди, которые привыкли себя, как бы, завести в жизни организованно, я знаю, это проведены работы такие, что, заглядывая в свою душу, человек даже и не берется хозяйствовать в нем, в ней. Это серьезная, серьезная проблема 21 века, и я, кстати, работаю в этом направлении, и являюсь одним из инициаторов движения эры Водолея, это будет следующее двухтысячелетие, начиная с 203 года, где России предсказано очень большое процветание, я не знаю, я обычно не верю в предсказания, но здесь очень хочется верить, я согласен с таким предсказанием, и черпаю где-то душевные силы, когда особенно грустно. Твития от Тарковского перешел к таким размышлениям, потому что я думаю, что Тарковский тот человек, который как раз всегда заставлял думать об этом, говоря о самых крупных исторических событиях в истории человечества и футурологических ее прогнозах. Когда вас отгадывали, сегодня ключевым был вопрос следующий, не снимался ли он в каком-нибудь фильме вместе с своей женой. Должен вам сказать, что мы опять снялись в дуэте с женой вместе, приблизительно тех же отношений, как Кот и Риса, но уже играя коммерсантов. Я коммерсант, якобы, да, я коммерсант, приехавший из Америки, это из тех русских, которые побывав там несколько месяцев, а уж лет, приезжают сюда и разговаривают с акцентом, и говорят, как это по-русски, и, так сказать, тоже с пальчиком все время учат жить, как все иностранцы. Значит, ну, это жулик, как большинство коммерсантов, вот этих дешевых, которые приезжают к нам, ну, и Божешуткова, я, Джон Сильвер, который оказывается Иваном Коломасовым, она Божешуткова, а как? Это предыдущая моя роль. Ой, прости. Шапишкина, Шапишкина, вот, можно. И она Шапишкина, значит, и мы играем в паре, и там я ее надуваю все время, а не как она мне в лесе, и мы там тоже деремся, я не знаю, останется ли это в картине, и когда мы приедем в понедельник, мы вечером в понедельник выезжаем в Питер озвучивать наши роли. Финал работы. Простите. Ну, так вот, и поэтому я хотел бы предложить следующее. Там прилисти к разгорячий кофе, чтобы вы могли выпить, попить его немножечко. А я хотел бы задать вопрос Елене Селновне. Елене Селновне. Пригласите вас. Расскажите, пожалуйста, хотя бы об этом фильме, по которому вас узнали, где вы снимались с министром Антоновичем. Вы знаете, могла вообще работа не состояться вполне, потому что Рава Антоновича очень смутило то, что режиссер, которого он совершенно не знает, и он не знал никаких его работ, белорусская студия... А, да, я не знаю. А можно... Нет, нет, нет. Все дело в том, наоборот, я ей сказал, Лена, поедем, потому что режиссер позвонил, я говорю, такие роли, он говорит, только я не хочу хвостиков, не хочу шапочек, не хочу масок. Я говорю, как здорово, смотри, режиссер такой молодой, я его не знаю совсем, но вот смотри, он ничего этого не хочет, а когда приехал, спросил, а как? А как нужно подумать? Ничего себе. Если бы у него была программа, как, я говорю, что за парень? Говорит, я не хочу этого, не хочу, я говорю, а как? Он говорит, а он не знает. Вот с этого началось у меня... Так было. Да, секунда разочарования. Не секунда, не секунда, потому что мне пришлось даже сказать такую фразу, что если ты не хочешь, не играй, я все равно буду играть, потому что от таких ролей не отказываются. Но это была, в общем, довольно легкомысленная фраза с моей стороны, потому что если бы Алан Антонович не играл этой роли, то я бы, конечно, не сыграла бы той Лисы, которую я сыграла, потому что мне кажется, что это все-таки работа. Я сейчас уже смотрю на нее, знаете, отстраненно. То есть, ну, во-первых, много лет уже прошло, и я просто люблю очень этот фильм, и как будто как бы это и не я. А, в общем, мне нравится этот дуэт. Но если бы, конечно, Алан Антонович меня опустил в свободное плавание, то я бы с этой ролью не справилась. Это точно. Это точно, потому что... Не потому что я артистка плохая. Наверное, вполне приличная актриса. Но просто, понимаете, вот так же, как в фигурном катании, когда пара, так сказать, ну, складывается, и когда хороший партнер, он не только сам, так сказать, сделает, допустим, там, тройной-то луп какой-то или еще что-то такое, какую-то, значит, комбинацию, но он подаст свою партнершу. Понимаете, вот в данной работе это случилось. Алан Антонович, с которым играть страшно, потому что, понимаете, вот я не завидую его партнерам. Умеешь играть вровень? Играя. Если чуть спасуешь, он тебя зашьет так, что тебя и видно не будет рядом в кадре. Он все-таки, в общем, был достаточно щедр по отношению ко мне. Много, так сказать, мне каких-то таких тайн открыл. Вообще, я считаю его своим учителем, несмотря на то, что я говорю это, так сказать, на большую такую аудиторию, я считаю, что это, так сказать, это, ну, мое счастье, потому что мне... Я как раз вот, когда Рау Антонович сидел и говорил о своих работах, я подумала, ну, параллельно, так сказать, слушаешь, и какой-то свой ход идет мысли. Я подумала о том, что, в общем, какое-то счастье, что у него была такая блистательная школа актерская, которой я, к несчастью, была лишена. Я закончила Щепкинское училище, но я поступила, тогда была маразматическая совершенно идея, что есть какие-то еще таланты, знаете, неохваченные. Вот кто-то не состоялся, допустим, а вот если открыть вечернее отделение, вот мы и, так сказать, доберем того, кого не приняли, значит, на дневное. И кто, допустим, вот закончил медицинский, допустим, институт, а в душе-то он актер. И вот тут-то и случится, тут-то этого человека откроют, и он состоится как актер. Это было глубочайшее заблуждение, потому что те, с кем я училась, я была самая младшая, я была после десятилетки, и получилось-то так, что, в общем, знаете, хоть выросла я в актерской семье, но я была совсем девочкой, когда отец работал в театре, когда он работал в МХАТе, и когда он уходил дважды из МХАТа, и когда он ушел второй раз, то самый страшный сон для него был в жизни, это когда ему приснилось, что он вернулся в МХАТ, он просыпался в холодном поту, потому что он работал в ту пору, когда тоже были корифеи и звезды, и он был очень хороший театральный актер, но там был блистательный актер Муравьев, Грибков, который, в общем, погиб в театре, там был изумительный актер Грибков, который тоже погиб в театре, не давали играть, понимаете, не давали играть и в кино не снимали, не отпускали, а директором театра тогда была Константина Тарасова, которая очень хорошо относилась к отцу, и когда он к ней пришел, сказал, Константин, у меня семья, в общем, мне нужно их кормить, я на эту зарплату не могу, в общем, существовать в театре, в кино не отпускают сниматься, я хочу уйти, и она сказала, Севочка, уходите, потому что пока живы старики, вам ничего делать не дадут. И он ушел, и вот тут как-то так случилось, что пошли роли в кино, и, в общем, его судьба, так сказать, состоялась, вот, но театр как-то, вот, бывают, знаете, вот дети кулис, понимаете, но МХАТ как-то от меня был очень далек, поэтому я считаю, что я школу-то актерскую прошла, у Ролана Антоновича, тогда, когда мы с ним встретились впервые на картине, ужасной, кстати, картине, это единственная картина, и роль такая, которую, в общем, я как-то, то есть роли не очень стесняясь, картины стесняясь, там актеры дивные были, вот, это была такая картина, значит, Докер, я пробовалась без него, он попробовался отдельно, и спросил у режиссера, а кого ты взял на роль моей жены, он сказал, да вот, попробовалась Санаева, очень хорошо попробовалась, и утвердили, да что ты, я не знаю, кто такая Санаева, возьми ты, слушай, Овчинникова мы с ней снимались вместе, или Майя Булгакова, мы с ней сто лет вообще мечтаем вместе сняться, и режиссер начал интриговать, получилось так, что, значит, я снималась у Юрия Павловича Егорова в очень хорошей компании актерской, и позвонили вот из картины этого режиссера Рогова и сказали, что вот мы начинаем уже, и мы собираем всех актеров, вы нужны тогда-то и тогда-то, допустим, там, с 10-го, я говорю, вы знаете, с 10-го, я не могу быть, я могу быть с 13-го, потому что у нас тоже собрали всех актеров, и, в общем, сцена доснимается, я не смогу. Тогда мне стали звонить ассистентки и говорить о том, что если, значит, я не приеду, то они вынуждены будут брать другую актрису. Я никогда в жизни никого не добивалась, и никогда в жизни не добивалась ролей никаких. Никогда. И это, наверное, тоже минус. Потому что я знаю одну блистательную актрису, которая великолепно попробовалась на роль, но были и другие, кто делал это ненамного хуже. Но она пришла с веревкой к режиссеру и сказала, что если она не будет этой роли играть, то она повесится. И сказал это так, что он поверил в это. Хорошая актриса. Да, это характер определенный. Характер. И, наверное, права английская пословица, которая говорит, что случай может стать привычкой, привычка характером, характер с судьбой. Я сказала, я приехала на свою роль и не собираюсь ее никому отдавать. В общем, наверное, какая-то предопределенность к тому, что нам суждено было встретиться на этой картине, вот она существовала. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу добавить. Значит, погоди. Значит, я хочу добавить. Во-первых, про лесу не рассказала Леночка. Леночка ведь выпускалась как драматическая героиня. А у нас вахтанговцы всех героинь, драматических героинь пропускают через водевиль. Потому что только в водевиле человек обретает понятие формы. Я тоже в водевиль играла. И у Бибикова, кстати сказать. Замечательно он был поставлен, этот водевиль. А я считал, что школа должна быть жесткой. И надо обязательно сыграть острую, гротесковую роль. И так мы и пошли. И когда это случилось, то вот на лесу надо было бы вроде бы пригласить Носову. Смешную актрису. Лена до этого никогда ничего смешного не играла. И вот здесь как раз подход нашей школы, что драматическое сыграет, иногда интереснее. И когда мы обсуждали еще с Овчаровым актрис-клоунов, то перечисляя Мургунов... Мурдюкову. Нет, нет. Ну, Крючкову, замечательную Гундареву. Я ему сказал и Терехова клоунесса, если хочешь знать. И Санаева, с моей точки зрения, клоунесса. Она имеет и эти данные, кроме драматических. Поэтому, значит, здесь было приятно угадать в ней и вывести ее на вот такую очень острую форму, когда Елена, и как и ее папа, это суперреалистические актеры. Это актеры, так сказать, абсолютной правды. И в этом смысле это их достоинство, конечно, этого актера замечательного и актрисы. Но то, что она сейчас владеет формой, абсолютно свободно. Я ее поздравляю. Спасибо вам, Роман Антонович. Да, относительно того, чего мы не снимаемся, я как-то ее спросил, а скажи мне тот фильм, где бы ты хотела сниматься и не снялась. Она сказала, ой, никакой. Я говорю, тогда и не плакай. Роман Антонович, мне кажется, что, вернее, не кажется, я считаю себя очень счастливым человеком, что я второй раз присутствую на встрече с вами на нашей саратской земле. Та встреча была, ну, скажем, 26 лет назад в Дворце Культура Россия, когда вы привезли фильм, служили два товарища и были на большом родственном празднике у Олега Янковского. Как вам наш город вот за прошедшее время? За прошедшее время могу сказать только о номере в гостинице и о погоде. Значит, а прошлый приезд был город роскош и прекрасен. Как-то так, я очень люблю такие города, тем более, Саратов, вы знаете, когда-то в Брюсселе получил первое место по тому, по состоянию малых городов. Саратов город особый, давший миру очень много величайших деятелей культуры и не только культуры. И потом вообще все, что связано с Волгой, для меня как-то существенно в жизни. Я помню, я спросил у Сергея Челихачева о идее России и так далее, нации, русские. Он сказал, про Ланчик. Есть одна Великая Русская улица и одна Великая Русская река. Одна Великая Русская улица это Невский проспект. Там жили датчане, из которых потом был Владимир Иванович Даль. Автор толкового словаря русского языка. Шотландцы, из которых потом был Лермонтов. Немцы, потом каким-то образом был Толстой. А по Волге жили Мордва, Чуваши, Татары, из которых потом был первый историк русский Карамзин. Я говорю, как Карамзин тоже? Карамурза, Татарин. Так что, во всяком случае, все, что связано с Волгой, даже до того, что мне говорил Дмитрий Сергеевич, видите ли, в 45-м году были мои первые гастроли в главной роли. И были они по Волге. Я играл кота в сапогах, в Ульяновске, в Сталинграде, разрушенном тогда, тогда в Сталинграде, и в Астрахани. И в Астрахани у меня была температура 40, и было мне 15 лет. Я играл спектакль, не замечая никакой температуры. и почему-то на всю жизнь запомнил, когда мне бросили букет цветов, а там в конце песенки заключительные меня поднимают на руки, вот меня поднимают на руки, точно с последним аккордом влетел сам в руки букет цветов. Это надо долго репетировать, чтобы такое получилось, но так было. и это Волга, и это моя болезнь. И Волга в 45-м году все-таки это было такое путешествие Москва-Астрахани-Москва, которое я вам должен сказать на всю жизнь, как вот если вот вспоминать отрочество, в общем, подход к юности, это Волга. Поэтому не особое отношение к этой реке и городам, которые заключены, я тогда начал вести дневник, который вел вот до сих пор, до последних лет, не проживая. Там же в этом дневнике я стал писать стихи, которые никогда не издавал, вот первый раз издал книжку. Поэтому здесь очень многое для меня родилось, и мы выходили почти в каждом городе, были в Саратове, и что-то я даже зарисовывал такое очень историческое, хотя рисовать совершенно не умел. Я отказался. Я сказал, не буду играть дежурного еврея, потому что это сепаратное соглашение между антисемитами и сионистами, потому что какой еврей хороший, какой играет на скрипке, шьет, пацифист. Знаете, как вот такой соцреализм. В этом отношении у классического антисемита все самые близкие друзья евреи. как я стал замечать. Поэтому как-то это вот евреи для антисемитов. Когда впервые образ еврея возник в Голливуде, то продюсер сказал прибавить гонорар сценаристу, но играть должен англосакс. и до сих пор эта тенденция сохраняется. Вот в эту игру я не играю. За это дают Оскаров. Мне это не нравится. Я отказался, забыл об этом. И однажды пришел на двухлетие со дня смерти Светлова Михаил Аркадьевич. И не только был знаком с ним, я очень дружил, он меня осчастливил своей дружбой, своим вниманием, очень верил в меня, когда я еще был начинающий актер. Это человек-легенда, и я счастлив, что Бог дал мне очень много людей, очень много встреч. Наверное, это главное мое богатство. И я вдруг подумал, а если имени этого еврея Тороль, Бражника, Женолюба, Сына Земли. И я позвонил Оскольдову, как там пробыл. Он говорит, заканчивай, Мария не могу найти. Я говорю, можно я подыграю? Он говорит, будешь играть? Я говорю, я тебе ничего не говорю, можно я подыграю? Он говорит, я говорю, кого ты утвердил? Он назвал мемя актера, я подумал, ничего, можно посоперничать. И, значит, пошел на пробу, и на пробе предложил свой вариант роли. Вариант роли без извинения за то, что этот человек еврей, наоборот, со всеми теми чертами, которых не любят. И когда я начал сниматься, то Рэба Московской синагоги, который был тогда консультантом картины, написал в МК партии письмо, что собрались антисемиты, Шукшин, Мородюкова и Быков издеваются над ролью евреев. Письмо написано про организацию в панике, письмо пришло, что там у вас происходит, вы там издеваетесь и так далее. Рассказал мне Аскольдов, я говорю, значит, дай мне поговорить с этим Рэба. Вызвали этого Рэба, я приехал на студию, взял ключ, я говорю, и все уйдите. Я запер комнату изнутри, чтобы ему не приходило в голову хлопать дверями и сказал этому Рэбе, Рэба, дорогой, мне все райком партии объясняет, как играть роли, теперь мне будет объяснять Московская синагога. Рэба, правильно ли это? Почему вы играете такого грязного еврея, что евреи такие грязные? Спрашивает он, обиженный в лучших чувствах. Я говорю, а кто он сказал, что я играю еврея? Он гамлета, я должен играть датчанина? Это что за подход к человеку? Это что за оскорбление нации, я слышу из ваших уст? Я никакого еврея не играю, это подробности. Это может быть англичанин, это может быть еврей, в данном случае еврей, ну и что? Я играю жестянщика, отца семерых детей во время разрухи. На каждом углу парикмахерская или, может, мыло есть, отмыться? Нет. И что-то он долго говорил, я понял, перебедить его нельзя, мы что-то поговорили, как говорят, на басах, перешли на московский текст, который благопристойный райбе прекрасно им владел, и тут почувствовали, что мы свои, нормальные, московские. Значит, как-то так мы не договорились, я говорю, прекратите доносы писать, вот это не делайте, это очень плохой тон. Действительно, я говорю, вы видите кадр, вы видите кирпич, а что я из него сделаю, это же вы не знаете, может, я выстрою тюрьму, может, я выстрою храм, это никто, кроме меня, не знает. Когда закончилась картина, была сдана, шли неприятности, но она еще запрещена не была, я как-то вернулся с какой-то съемки, часа в два ночи, что-то я проезжал Поваровску, увидел огонек, думаю, дай на огонек как раз хорошо закончить вечер на огоньке, ну, захотелось немножко выпить. Я зашел, там гульба идет, студия Горького справляет свой юбилей, и, конечно, Аскольда в центре внимания, и Рэбе ходит пьяненький, совсем забыв, что он Рэбе, и схватил меня и давай целовать мне руки и кричать вашим именем будет названа главная площадь в Израиле. Знаете, не назвали, не назвали, и выдвигали на Оскара и не дали, потому что эта тенденция остается до сих пор. Я сейчас во французском фильме у французов сыграл еврея, она меня вырезала почти всего, несмотря на то, что у меня была главная роль из взрослых. Как можно вымороть главную роль, я ее возненавидел, но какие-то кадры существенные остались, хорошая роль, несмотря на то, что играть на Идыш было очень трудно, потому что это очень тяжелый язык, и я буквы выучиваю, буквы, запомнить ее не мог. Причем я мог сказать, не в сцене, а когда мотор, то по моей технологии, когда ты очень хорошо готовишься, а при стуке хлопушки все выбрасываешь из головы, и идешь как в новости. У меня все вылетало, очень трудно было играть, я ехал в Париж, озвучил там роль, но вдруг она говорит, две реплики надо переозвучить. Я все не понимал, почему же она меня вырезала. Спрашивают, но это непристойно, я написал письмо, прошу брать мое имя из титров, на что мне продюсер ответил, если вы оплатите всю перезапись, новые титры, ну я понял, что я оплатить не могу, даже если продам все. Значит, и вдруг она звонит и говорит, нам две реплики переозвучить. Приезжает в Москву с двумя репликами, я грассирую там, не надо грассировать. И тут только я понял, что этот конфликт продолжается. Нельзя играть евреи, нельзя, не любит этого никто. А вообще рассказывая эту картину, надо говорить об Аскольдове, об его отрешенности, об его подвиге, о том, что он не пережил этого удара, о том, что судьба человека, вот он, пример, поломана, этот могучий мужик, красавец, этот колосс, просто внешне, по росту, сегодня до сих пор с кривой усмешкой, не может найти себе места. С помощью Вина Вендерса он сейчас получает как бы деньги на картину следующую, но я читал финал, который он мне прочел, но это такая дорогая картина, что вряд ли он сможет найти на нее деньги. А сцена финальная совершенно гениальная, которую он написал. Но уже несколько лет он собирает эти деньги, хотя в западном кино так и водится. Есть проект, и потом годами и десятилетиями люди собирают деньги. И это все режиссеры, не только малоизвестные на западе Аскольдов, но даже Феллини всю жизнь говорит одну и ту же фразу после съемки фильма «Где взять деньги?» У нас сегодня мы впадаем в такой серьезный тон, и я с интересом слушаю, но мне все равно обидно, что у нас сегодня 13-я передача, и мы так старались допустить в нее всякой чертовщины, чтобы вроде как было повеселей. Вот мне хочется спросить про чертовщину. Я вам сейчас прочту моноложик, который вы слышали по телевидению, кто видел «Юбилейный вечер», кто-нибудь видел? Так вот там вымрали один кусочек, а там я играл Домового. И вот то, что вымрали, я вам сейчас прочту. Мой, значит, Домомой на этот вечер говорил, знаешь, вот что бывает, встретил я одного с рогами, думал свой, а у него хвост. И, значит, сейчас поперли они, это они на запах, на запах, на деньги. Деньги сейчас очень забойственно пахнут. Раньше пахли потом, всякой канцелярией, а сейчас и кровью попахивают. И вот, значит, я, значит, с ним разговаривался, вот эту фразу оставили. Он говорит, что, говорит, все плачут, нет преданных друзей. Он мне говорит. А я, говорит, у меня преданных друзей, это самое с хвостом, говорит, сколько угодно. Бери друга, предаю его. И вот еще один преданный друг. Говорит, потом, говорит, я, говорит, встретился с этим, с вором. Он говорит, что он вор по закону. По закону, говорит, такой вор есть. И он, говорит, у меня, говорит, депрессия. Полная, говорит, депрессия. Потому что, говорит, теряю смысл существования. Сейчас ведь любая неумная ларешница дышит, гребет сотнями. А если у человека четыре класса образования, то он миллионы сотнями гребет. А если кто с образованием или какую должность имеет, то за месяц может столько взять, сколько все воры в законе за 73 года взять не могли. Говорит, вот раньше ты взял, он ловит тебе. У тебя же кровь полируется. У тебя же растет к себе уважение. Ты один, а их там цельная организация. А сейчас ты думаешь, он ловит тебя, а он норовит в нулю войти. А там дальше монолог услышал другой. Вот из моей чертовщины в смысле 13-го числа. Но все-таки действительно вот в том случае, которым рассказывала Лена Всеволодовна, была какая-то чертовщина. Она мягко говорит, я категорически сказал, что когда я ей позвонил, она это не рассказывает. Говорят, нам с вами играть? Она говорит, я не летаю. Думаю, боже мой, такая актриса, которая исключительно не летает. Что это значит, как актриса может не летать? Думаю, ну, избалованная актерская дочка. Вот что я подумал. И звоню режиссеру, говорю, давай, что ты придумал, какая-то Санаева. Она еще, говорят, молодая. Зачем это нужно? Давай, говорю, как говорится, под возраст жену. Новчинникова я играл очень с большим удовольствием. С Майей Болгаковой мы как-то договаривались вместе сыграть. Вот так и получилось. И то, что вдруг актриса, которая никогда не проявляет себя настойчиво, единственный раз именно этот проявил себя настойчиво, считая, что есть проведение, а может и чертовщина. Не знаю, кто помог. АПЛОДИСМЕНТЫ На деревне Утки, расскажите, пожалуйста. На деревне Утки там было действительно много чертовщины. Когда поехали сдавать картину, вдруг пропала часть. Вообще, очень много было всяких случаев с этой картиной. Например, режиссер, к концу картины, Бунеев, чудный человек, добрый и так далее, вдруг стал бороться с моей ролью. Это, говорит, для меня картина важная про бабушку. Она уходящая Русь. Я говорю, ты что с ума сошел? Написано уходящая Русь, шишок. И это было тоже чертовщиной, когда режиссер стал бороться с картиной. Он стал вырезать главные места, главные реплики. Я все ему говорил, Боря, я ведь буду в порядке, ты картину будешь. Во всяком случае, очень много чудес случалось на этой картине и каких-то невероятностей, когда среди белого дня у меня вдруг давление. 70 на 40 было, да? 70 на 40 давление вдруг было, ни с того, ни с сего. Там была еще такая собака у Бунеева старая, бульдог. Она просто ходила, и вот я смотрел на нее, как на человека. Боже мой, а он еще живет. И вот, значит, он так ходил, лапами переступая, ожидая хозяина, даже уже не в силах приветствовать его лаем, а только так взглядом пришел, поворачивался и уходил. И в нем была какая-то тоже чертовщина, которая заключалась в нем. И много в сценах было всяких разных случаев. И пожар случился. Непонятно, почему все загорелось. Бог веще было. Действительно, что ты есть. Вот говорят, нет домовых. А вот бывало так с вами, что вы ножик положите, и нет его? Бывало, да? А потом смотрите, он за холодильником. Вы же его туда не клали? Как он там оказался? Это думать надо. А еще в домовом вырезали один кусок финальный, который мне был очень дорог, и я его сделал. По телевидению я вижу, что мало кто из вас видел. Там была, когда я прощался с девочкой, что мне в деревне надо там, папка осталась, дом остался, кошка осталась, нельзя же так, надо возвращаться. Я на прощание говорил так уж, я тебе на прощание загадаю загадку по арифметике. из пункта А так, в пункт Б, едет поезд, а из пункта Б так, в пункт А, на встречу поезду едет резина. И вот такой вопрос, чему они не встретились? Калия-то одна, не знаешь, и ответ простой, не пришлось. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда меня отгадывали, спрашивали, пою ли я. Я действительно пою в очень многих фильмах. Я спел и в третьем своем фильме, это начиналось так, здесь, под небом чужим, играя такого парня, полублатного. Я спел в очень многих картинах, и в коте, когда я пел, мне хотелось найти вот этот вокальный образ. Я когда-то студентом второго курса своему педагогу, младшему, Симонову, Евгению Симонову, сказал, а не понимаю, что такое искусство певца. Ну, нота написана, и голос ей споет. Он сказал, что? И опозорил меня перед Рубаном Николаевичем. Побежал, папа, ты слышишь, что он говорит? И рассказал ему, Рубан Николаевич, вы соскорами, поставь ему арию кончака, Шаляпина и Михайлова, он все поймет. И ушел в кабинет. И Евгений Симонов поставил мне арию кончака в исполнении Михайлова, прекрасно в бас, прекрасный бас наш довоенный и послевоенный. А потом Шаляпина. И вот Михайлов пьет. Я говорю, ну что ж, хорошо думаю, поет, прекрасно. И потом он поставил Шаляпина. И передо мной как-то разверлась комната. Шаляпина пьет. И я вдруг увидел змею восточную, которая в душу вползает. И тогда-то я понял, что такое вокальный образ, мы потом долго об этом говорили. И когда я пою в картинах, то вот в Красной Шапочке я спел Подлещенко и Ковзон. Вот так, что-то среднее. так как голос звучит совсем певческий, поставленный, то все мне говорили, а кто поет? Я говорю, да я пою. Ну ладно. А когда играл Кота, то очень хотел быть Амстронгом. Понимаете, вот такой Амстронг. Значит, почему? Потому что когда я думал о Коте, я вспоминал свое детство, у нас в нашей подворотне, знаменитой пекарне люди выпивали, и наш промысел состоял в том, чтобы вынести стаканчик. Тогда за это отдавали бутылку, бутылку можно было сдать и масса вариантов. Значит, и они почему-то говорили вот этими голосами. Пацан, пойди сюда, пойди сюда, пацан, пойди сюда, пристаканчик, стаканчик, пристим, эти бутылочки отдадим. И вот этот голос, они почему-то все были спившиеся. И вот их взаимоотношения, они могли иногда и надуть, и не дать бутылочку. Обойдешься, обойдешься, давай, давай отсюда, и так далее. И вот это, когда пришло Кота, значит, так и родился вот такой вокальный образ на записи музыки, музыка композитора Рыбникова. И так как вы спрашивали, пою или я, сейчас вам свою песенку. У меня была такая поэма Фома и Ерема, состоящая из стихов и песен. Значит, монолог Еремы и песенка Фомы. Монолог Еремы. «Утром встанешь, до ночи работаешь, ночь не спишь о работе думаешь, а как выдумать ничего нельзя, то встаешь с утра и работаешь. И умом-то не очень раскидываешь, пораскинешь умом, раскидаешь весь. черный день придет, и дурак дурак дураку. Да что там думать, придумывать? Уж что есть, то есть, чего нет, того нет». А Фома и в ответ. А Фома и в ответ. «Злые люди набежали, убирали, да убежали, среди бел, среди дня, да мне плевать, ведь я не я. Но если я, это не я, не моя, моя родня, а не моя, моя деревня и курорт, не моя, а это горе, не моё, а эта бедность не моя, а не мои все ей целёзы, если я, этого не я». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот мы, чем ближе к финалу нашей передачи, тем не хочется вернуться в прежние годы. Я пишу книжку, уже очень много лет, то пишу, то совсем не пишу. Один раз было уж много написал, потому что пришёл журнал «Юность», ну дайте отрывочки. Вот пришлось сесть на месяц-полтора, дать отрывочки из книги «До и после чучела», потому что моя жизнь делится «До и после чучела». Это был перелом, это был инфаркт, это было огромное сражение за картину, о которой я когда-нибудь напишу. Но в этой книге «До и после чучела» есть глава, как я первый раз вышел на сцену. Это было до войны. Сейчас даже пожилые люди плохо себе представляют, а какое же было время. Это было время, когда ещё не было телевизора. И никому в голову не могло прийти, что он когда-нибудь будет. Если бы нам, московским мальчишкам, рассказали, что будет телевизор, ты будешь сидеть в квартире и смотреть футбол, мы бы очень хохотали. Мы бы, конечно, не поверили. По Москве ещё ездили лошади с телегами и гремели железными ободьями по Блыжной мостовой. А на улице Горького тогда, там, где магазин подарки, появилась зелёная надпись «Говорящее письмо». Тогда возникли магнитофоны. И можно было записать даже не на плёнку, а на пластинку. И письмо отправить. У нас на кухне женщины, которые, конечно, даже не ездили проверять, говорили, «Ой, чё врут? Чё говорят?» Говорят, там приходишь, с тебя берут голос и отправляют в конверте по почте. Все так хохотали. Никто и даже не думал, что такое может быть правдой. Это было время, когда ещё вот в нашем доме ни у кого не было радиоприёмников, а только вот эти чёрные тарелки, радио, которые сейчас вы видите только в фильмах, когда показывают военное время или довоенное. По этим тарелкам мы услышали отечество в опасности, объявление войны. По этим тарелкам мы слышали взволнованный голос администратора Бодровой, работают все радиостанции Советского Союза, мы ведём трансляцию из колонного зала Дома Союзов. Был один зал, где проходили все торжественные концерты, и колонный зал, это был залом всей страны, потому что его слушали все. Приёмник был у моего дяди. Он жил на улице Горького, напротив телеграфа, и балконов был прямо напротив часов, и мама почему-то шёпотом говорила, у них отдельная квартира, потому что люди, у которых была отдельная квартира, это уже неизвестно, кто такие, неизвестно, почему такое. А главным тогда в доме был патефон. Он только-только пришёл в дома, и люди, которые имели патефон, это были люди уже с определённым социальным положением, потому что патефон – это Новый год, патефон – это пластинки, патефон – это танцы. Я вырос в большой московской коммунальной квартире, такой большой, что сейчас даже сам не верю, что когда-то такие квартиры были. У нас было 43 комнаты при одной кухне. Как говорит мама, есть что вспомнить. И вот я помню, когда отец принёс домой патефон, голубенький, пахнущий, клеёнкой. Вот знаете, такие тетрадки в клеточку продаются, вот такого германтина. Мама всё никак не могла выпустить его из рук, всё ходила по комнате и говорила, смотри, как удобно, как чемоданчик. И действительно люди брали патефон, выезжали куда-нибудь на Воробьёвы горы, стелили скатерть и ставили самовар и заводили патефон. И сами слушали, и людям по кустам давали послушать. А это было Ляля Черная, Утёсов, Козин. И говорили, что Козин запрещен, и вообще вокруг патефона была некая тайна, потому что девочки учили танцевать мальчиков. Кто учил девочек так до конца, я не знаю. И как? Вот у нас было 12 метров, папа с мамой, я с братом. Гости приезжали сюда, и собирались человек по 20. Как помещались, не знаю. Но устраивали даже танцы. Всё выносили в коридор и топтались. Значит, девочки рискали мальчика, говорили, что танго, танец запрещенный, факс-рок танец запрещенный, но вроде никто не запрещал. Значит, мы его танцевали. Это было время, когда наша большая квартира чётко делилась на две категории, на одну очень немногочисленную. Кадолик ходил даже в театр. И на всех остальных, которые, как тогда говорили, как нормальные люди, ходят в кино. Потому что тех, кто ходил в театр, не любили. В тот день, когда они шли в театр, они их просто ненавидели. Это становилось известно заранее, и все хозяева квартир как-то случайно оказывались в коридоре. Поглядеть. Мы, мальчишки, они шли во всём новом, лучшем. От них был запах одеколона. Мы маленькие шли сзади, и креплялись, и делали... А соседи пророжали их глазами. Этит, этит, в театр пошли. Считалось, что человек ходит в театр, что это ненужно. Что он ходит в театр только чтобы показать, что он какой-то другой. Что он высшее общество. А ведь тогда этого не любили. Не любили, например, людей в очках. Вы знаете, уж извините, кто в очках. Но примета была. Десять очкариков встретишь, желание исполниться. Примета была. Не любили тех, кто в шляпе. Знаете, это знаменитый вопрос. А ещё в шляпе. Не любили этого. В очках, в шляпе, в театр ходят. Подозрение возникало. Наши ли это люди? Считалось, что человек должен ходить в кино. Но смотреть, как тогда говорили, сюжет. С чего началось, с чем кончилось. Как правило, мужчины в кинотеатрах к концу фильма спали. Жёны по дороге домой рассказывали им, чем там кончилось. Они считали, что картину они посмотрели. Фильмов выходило немного. Все ходили смотреть все фильмы. Все любили одних и те же актёров. Все любили Андреева, Крючкова, Ладынина, Орлова. Человек на людях сказал бы, мне, мол, Олейников не нравится. Я не знаю, убили бы. Всему народу нравится, тебе не нравится. Может, ты враг народа? Тогда прямо скажи. Очень чёрный был вопрос о вкусах. И вот представляете, что в те годы кино – это было всё. Вот на этом фоне. Нет приёмника, только радио. Кино – это было всё. Мужчина, который достал, очереди были невероятные. Мужчина, который достал на выходной день всей семьи билеты в кино, он был героем, в течение месяца-двух, он мог запить, ему ничего не было, он билеты в кино достал. Потому что это был подвиг. Потому что действительно это сбою нужно было брать. Я помню, как я однажды первый стоял, а меня так задавили, что меня передавали уже по огромной толпе, по головам. Вот так я запомнил нашу Воловую, кинотеатр Моссовета, и я впервые её увидел сверху. Представляете, что было со мной? Когда прибежала ко мне моя четырёхлетняя подруга, которая имела на меня решающее влияние, потому что мне было тоже около четырёх лет, и сказала мне, бежим, там записывают всех, кто хочет кино смотреть бесплатно, сколько угодно. Боже, я так побежал, что она меня и догнать-то не могла. Она бежала, и только сзади плакала, говорила, ну, подожди, ну, подожди. Только в четыре года можно вот так верить в счастье, что достаточно добежать, чтобы тебя записали, и все твои проблемы будут решены. Только чтобы записали. мы прибежали в кинотеатр, но, увы, нам, у нас никаких шансов не было попасть, потому что записывали в самодеятельность, выступать перед детскими утренниками в самодеятельности. моя подруга откровенно в голос рыдала. Я, как мужчина, естественно, едва сдерживался. Женщина, чтобы нас как-то урезонить, сказала, а что ты умеешь делать, чтобы я был обезоружен. Но я совершенно не смутился. Я сказал, ничего не умею делать, я хочу кино смотреть бесплатно, сколько угодно. И добавил, с ней. И она поддала рю, чтобы было понятно, что без нее и скучается. Женщина рассмеялась и сказала, ты хоть стихи знаешь? Я самым ехидным голосом, который мог себе только позволить, сказал, знаю. Мама учит. А не испугайся сейчас прочесть, у нас как раз концерт идет. Знаете, знаменитый вопрос взрослых, а не испугаешься. Вы знаете, что это очень подлый вопрос. Потому что, во-первых, сразу пугаешься, что не знаешь, чего надо бояться. А потом ты знаешь, что ты обязан ответить нет, не испугаюсь. Моя подруга со страхом подняла на меня глаза. Я поймал ее взгляд, сказал, нет, не испугаюсь. И женщина взяла меня на руки, отнесла на сцену, поставила на стул, чтобы меня было видно. И объявила мое имя. Это было первое соприкосновение со зрителем. И зритель стал хохотать. И зала понеслось. Как? Рлорлан? Орлан? Трлорлан? Зритель ведь тогда не считал, что он должен в зале молчать, а актер на сцене говорит. Почему? Могли обменяться мнениями, поговорить. Я очень обиделся, но сдержался. У меня был шанс. У меня могут записать кино, смотреть бесплатно сколько угодно, да еще с ней. Я начал читать стихи. Я помню, что я читал. Я читал стишок, не знаю, какого автора. Ходят волны кругом, вот такие, вот такие большие, как дом. Мы бесстрашные волки морские, смело в бурное море пойдем. Я очень старался. и споткнулся на первой же фразе. Пока я говорил, ходят волны кругом, вот такие, оказывается, пространство секунд бывает огромным. Я подумал, какие такие. Ведь если я говорю такие, я же должен показать, какие. А волн я к тому времени никогда не видел и понятия не имел, что это такое. И поэтому неожиданно для себя сказал, ходят волны кругом, вот такие. А раз стал показывать, показывал дальше, вот такие большие, как дом. А потом думаю, как волков-то показать? Я ведь даже не понимал, что волки морские это матросы. Я думал, что действительно волки, только какие-то такие еще и морские. И поэтому я сказал, мы бесстрашные. Волки морские. Все стали хохотать. Тут я обиделся окончательно, слез со стула, подошел к улисе, к женщине и показывая на зрителя, сказал, я не буду им говорить стихом. Они на мной смеются. Нельзя смеяться над человеком. Я где-то слышал эти слова, они мне очень понравились. Тогда женщина снова взяла меня на руки, все хохотали, она снова отнесла меня на стул и успела шепнуть добрым голосом, продолжаю, у тебя очень хорошо получается. Когда человеку в четыре года говорят добрым голосом, он же верит. И я поверил, что у меня очень хорошо получается, но испугался, что они не услышат, как у меня получается, потому что ржут. И я стал орать стихи. Они стали хохотать еще громче. Не тут-то было. Я стал орать до визга. Они совершенно умирали. Я дочитал до конца, слез со стула, ушел за кулисы. Мне аплодировали, и женщина сказала, а теперь нужно идти к ланецу. Тут я обиделся совершенно. Я знал, что к ланецу это нехорошо. Я знал, что к ланецу это унизительно. У нас во дворе, когда ругались, говорили, что я тебе к ланецу буду, что ли? Я сказал, что не пойду к ланецу. И тут моя подруга, четырехлетняя, которая все-таки имела на меня решающее влияние, самым своим противным голосом, которого я не выдерживал. И готов был сделать все, только чтобы она таким голосом не говорила. Сказал мне, ну иди. Тебе же говорят. Я пошел к ланецу. И, к сожалению, забыл спросить, как это делается. А когда вышел на сцену, вспомнил, как к ланилась бабушка, когда молилась. Встал я на колени, и давай кланяться. Кланяюсь и думаю, чего же я не спросил, долго нужно кланяться или нет. Погляжу в кулису, они смеются. Я думаю, наверное, надо еще кланяться. Я кланяюсь и кланяюсь, кланяюсь и кланяюсь. Кланялся так долго, пока не стукнулся лбом. Оп! Сказал, все, хватит. Ушел со сцены, но так с него не ушел по сегодняшней дне. После этого я получил прозвище Ромка Артист. А прозвище в 4 года это должность. И не было случая, и не было дня такого в моей жизни после этого, когда не открывалась бы одна-две двери, и кто-нибудь мне не говорил, ну-ка, Артист! Ну-ка, заходи! Ну-ка, что-нибудь спой, спряши! Изобрази! Я пел, плясал, изображал. Мне говорили, что я молодец. А мне это нравилось. Иногда давались за это поесть. Вот так по сей день. Но должен вам... Но должен вам сказать, что это прозвище Артист измучило все мое детство. Все мое сердце было сцарапано этим словом, потому что Артист... Когда мы встречались со сверстником по сложным мальчишеским разборкам, то прежде, чем дать в глаз или получить в глаз, я слышал обязательно в тысячах вариациях на Т. Артист! Когда подрос, или вот, допустим, подрос, что-нибудь рассказываешь, там, с девочками стал дружить, что-то расскажешь, все девчонки говорили, ой, ну ты Артист! Или там заплачешь, что-нибудь родственники приезжают, обидят тебя, вот такими слезами плачешь, все говорят, играет, играет, играет Артист! И вот так получалось, что Артист — это неискренний, что Артист — это фальшивый. Так получалось, это было страшным мучением. И может поэтому, когда я стал Артистом, я до сих пор делаю все для того, чтобы мне верили. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел с вами попрощаться, вас поблагодарить. Я всегда думаю вот в конце встречи и так далее, что зритель не видит самого замечательного. А телевидение могло бы это снять от глаза людей сейчас. Боже мой, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад, что сегодня на нашей программе Ролан Быков и Елена Санаева были у нас целиком, оба полностью. Спасибо. А наша программа, как всегда, заканчивается вручением цветов нашим гостям и всем женщинам, которые находятся в студии. Шикарно. Шикарно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ